МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Актуальные темы. Михаил Игнатьев обсудил с правительством Чуваши подготовку к экономическому форуму и другие вопросы. Янтарный берег. Ракетному катеру Балтийского флота присвоили имя Чуваши. Равняясь мирно, школьники Чуваши проходят курс молодого бойца в специальном военном лагере. Подготовку к проведению 8-го Чебоксарского экономического форума регионы. Новые источники роста экономики обсудили сегодня на совещании у временно исполняющего обязанности главы Чуваши Михаила Игнатьева. В фавестке дня были и другие вопросы. 8-й Чебоксарский экономический форум пройдет 23-го и 24-го июня. В нем уже зарегистрировались 600 человек. В их числе представители 19 российских регионов, а также Беларуси, Турции, Италии, Испании, Израиля и других государств. Пленарное заседание пройдет 23-го июня в многофункциональном зале театра оперы и балета. В первой половине здесь состоится дискуссия между органами власти и руководителем финансовых, промышленных, общественных структур, как Российской Федерации, так и зарубежных партнеров. Основные акценты будут сделаны на новых возможностях промышленности за счет модернизации. Действие механизмов стимулировано предпринимательство, развитие высокотенологичных производств. Еще одно мероприятие, которое требует особой подготовки – командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Торжественная церемония открытия состоится 19 июня. 20 и 21-го, собственно, старты. По словам министра физкультуры и спорта Сергея Мельникова, международным соревнованиям все готово. Уже приехали эксперты, технические делегаты и телевизионная группа. Решены вопросы с обеспечением безопасности гостей. Проверили основное и разминочное поле стадиона. В кассах города продаются билеты для зрителей. К другим темам полевые работы вступили в новую стадию. Идет заготовка кормов. Михаил Игнатьев отметил, что в этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей и всех форм собственности поделяется 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Несмотря на сложные экономические условия, сумма господдержки не только снизилась, но и увеличилась на 11%. На совещании также рассмотрели вопросы, связанные с застройкой микрорайона Кувшинка. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков сообщил, что в соответствии с пожеланиями владельцев незаконно возведенных домов достигнуты договоренности с застройщиком о предоставлении разнозначных по площади квартир в строящихся многоквартирных домах. Более подробные ситуации, возникшие вокруг строительства микрорайона, смотрите в нашем спецрепортаже сразу после информационной программы. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. 12 июня вся страна отметила День России. Это главный государственный праздник. Ровно 25 лет назад приняли декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Этот день отмечает вся страна. Новочебоксарцы с самого утра начали собираться перед Дворцом культуры «Химик». Самые активные приняли участие в зарядке со звездой. В этом году разминку провел двукратный чемпион Европы по спортивной аэробике Алексей Германов. День России – праздник относительно молодой, но очень значимый и популярный. Согласно статистическим данным, больше половины соотечественников знают о 12 июня и отмечают годовщину принятия декларации о суверенитете. Сегодня День России. Мы патриоты своей Родины, поэтому мы не могли остаться дома в этот день. Пришли, чтобы выразить солидарность, что мы вместе, что мы любим Россию, что мы в этой стране живем. Мы гордимся своей страной. Это и есть большой праздник для нас, для всех. А что значит для вас этот праздник? Ну это единство, мужество, защита. Это наша Родина, это же Россия наша. Без России мы и жить не сможем. Наша страна большая, я люблю Россию. Я люблю Россию, я в ней живу. Этот праздник, считает Михаил Игнатьев, олицетворяет мощь и величие нашего многонационального государства. Единство народов, населяющих нашу необъятную страну, верность историческим традициям, принципам духовности, нравственности и патриотизма. Россия – уникальная страна. Наша страна всегда отстаивала свой суверенитет, свое право на независимую и самостоятельную политику. Это право жить по закону и по совести. Мы твердо отстаиваем и сегодня. Поэтому День России – это праздник свободы, закона и справедливости. В честь праздника Михаил Игнатьев вручил новочебоксарцам государственные награды, благодарности и именные часы. Молодые новочебоксарцы в этот день получили и паспорта. А все, кто пришел в этот день на Красную площадь Чебоксар, поддержали всероссийскую акцию и хором исполнили гимн Российской Федерации. Славься, Отечество! Больше свободное! Среди собравшихся оказались не только жители нашей республики. Вместе со всеми этот праздник отметили те, кто перебрался сюда в прошлом году из Донецкой области. Мы первый раз находимся на таком празднике. Для нас это море ощущений, море эмоций, счастья, радости. Мы искренне рады за всю Россию. Мы надеемся, что мы будем тоже частью России, частью Шуаши. Мы желаем всем горожанам, всем россиянам счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. С Россией, с Россией, с Днём России! Евгения Егорова, Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. День России отметили и в Балтийске, где прошла торжественная церемония присвоения имени Чувашия ракетному катеру. По поручению временно исполняющего обязанности главы республики Михаила Игнатьева в Балтийск отправилась большая делегация, в составе которой были и кадеты, и их наставники, и военные, и представители органов власти. Как это было в репортаже нашей съемочной группы, которая не так давно вернулась из Калининградской области. Во время Великой Отечественной войны за Пилау шли ожесточенные бои, завершившиеся лишь к концу апреля 1945 года, победой советских войск. В результате наша страна получила прямой выход к Балтийскому морю, где впоследствии была создана крупнейшая база военно-морского флота. Сегодня бывший Пилау, а ныне Балтийск, самый западный город России, с крупным морским портом, паромным терминалом, железнодорожным вокзалом. А еще один из символов патриотизма и служения Отечеству. В День России один из ракетных катеров Балтийской флотилии по указу Верховного главнокомандующего России Владимира Путина получил имя Чувашия. В составе гвардейского дивизиона ракетных катеров уже несут службу корабли с именами Заречный и Кузнецк, Пензенской области, Маршанск, Тамбовской области и Димитровград, Ульяновской области, над которыми шерствуют одноименные города нашей Родины. Сегодня в эту дружную семью вливается корабль с гордым именем Чувашия. Эта традиция помогает крепить связи армии и флота с регионами России. Сегодня на ракетном катере несут службу 8 уроженцев Чувашии. По словам командования, все отличные ребята, дисциплинированные, крепкие и по-балтийски сдержанные. Но в такой день эмоции скрывать незачем. Когда я сюда пришел, был корабль как корабль. Сейчас Чувашия как будто на своей родине. Вот теперь есть такая гордость, что у нашей республики есть свой корабль. В составе Балтийского флота завершает службу другой корабль – Чиваксары. Совсем скоро он встанет на прикол в столице нашей республики. А пока на нем отправились трехдневные плавания кадеты из Чувашии. Вчера в Калининград музей Мирового океана кадеты ездили. Мы тоже были там. Ну и здесь несколько дней размещения на корабле. Дети не только наблюдают, но еще и учатся. Они будут поступать, вероятнее всего, в военные училища, в том числе, может быть, и в Калининградское. Вполне вероятно, что кто-то из нынешних кадетов придет служить на ракетный катер Чувашия. Но это будет через несколько лет. А пока тем, кто уже не только проявил себя, но и поработал на авторитет республики, от имени Михаила Игнатьева вручили часы с символикой Чувашии. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Балтийск. Кроме того, в рамках визита делегации Чувашии состоялась рабочая встреча с членами правительства Калининградской области, на которой обсуждалось соглашение о сотрудничестве между нашими регионами. Документ находится в разработке, и каждая из сторон внесла свои предложения. Калининградская область – уникальный субъект Российской Федерации, не имеющий сухопутных границ ни с одним регионом. Морское сообщение позволяет считать область полуанклавом. С 1991 года это открытая, а затем и особая экономическая зона. Именно эти возможности предлагает производителям из Чувашия Калининградское правительство. У обеих сторон есть и другие интересы. Меня, во-первых, очень заинтересовала программа переселения соотечественных, которая успешно реализовывается в Калининградской области. Порядка 4-5 тысяч человек переселяется ежегодно. Плюс Чувашия всегда слоилась строительством жилья, и мы всегда входили в десятку регионов Российской Федерации на душу населения. Но я приятно удивился, что Калининградская область в прошлом году была вторая, я так понимаю, после Московской области, по строительству жилья на одного жителя. И вот я считаю, что это успех для региона, это значит привлекательность с точки зрения жителей Российской Федерации. Может быть, кто-то здесь было сказано и за границей переезжать, жить в Калининградскую область. Хотелось бы перенять этот опыт. Сфер для взаимодействия и взаимного интереса у нас и предостаточно. Это и сельскохозяйственное производство, в Чувашии один из наиболее высоких показателей производства сельскохозяйственной продукции на 1 гектар земли. В общем, нам тоже не грех поучиться. И туризм, организация круизов. Я думаю, нашим компаниям, наверное, было бы неплохо организовать некий инфотур и посмотреть, как это происходит, с тем, чтобы уже эту компетенцию перенять, использовать ее здесь. Цементирующим моментом, по мнению Михаила Плюхина, станет ракетный катер «Чувашия», для службы на котором теперь будут специально подбирать новобранцев. Елена Гальперин, Андрей Шоклев, Республика. Акату – один из самых важных чувашских обрядовых праздников. Он хранит древние традиции нашего народа, объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщая их к труду, искусству и спорту. Праздник Сахи и Плуга Чебоксарского района на этот раз расположился на поляне возле деревни Малый Сундырь. Специально к Акатуу в поле был построен небольшой деревянный городок. Жители и гости района соревновались в различных видах спорта, танцевали, демонстрировали свои успехи в народных промыслах и национальной кулинарии. Но самое главное – обсуждали окончание весеннеполевых работ, ведь именно им посвящен этот праздник. Район идет стабильно, курсом повышения своих экономических показателей. Весеннепосевные работы завершили успешно. К уровню прошлого года в районе посеяно на более чем 1700 гектаров зерновых больше. В целом за последние три года производство зерна в Чебоксарском районе увеличилось в два раза. В этом году ставим себе задачу произвести зерна 35 тысяч тонн к уровню 30 тысяч тонн прошлого года. Праздник Акату посвящен всем, кто живет и работает на благо общества. Лучшим дружникам района вручили государственные награды. За большой личный вклад в развитие муниципалитета звание почетного гражданина присвоили уроженцу Чебоксарского района Михаилу Игнатьеву, который в свою очередь поблагодарил своих учителей. На сегодняшний день, оценивая комплексно результаты вашего труда, результаты работы 2014 года, могу отметить и подчеркнуть, что вы справляетесь со своими обязанностями. Ибо наши дорогие ветераны правильно воспитывают молодое поколение, воспитывают духи любви к родной земле, любви к родителям, к уважительному отношению к старшему поколению. Программа праздника была настолько насыщена и разнообразна, что абсолютно каждый мог найти себе занятие по душе. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня утром в аэропорту столицы Чувашии встречали священные мусульманские реликвии. В течение трех дней их можно будет увидеть в центральной саворной мечети имени трех сподвижников в селе Шагардан. Волосы головы посланника Аллаха, элементы одежды и другие ценные исламские реликвии. Сегодня по договоренности между духовными управлениями мусульман Дагестан и Чуваший доставили самолетом в Чебоксары. Оттуда они прямиком отправились в село Шагардан Батаревского района. В связи с тем, что у нас месяц Рамазан, 18 числа начинается, очень большое событие это, вы прекрасно знаете, для народа показать это, нашего пророка, вещи его пророка, вещи пророка, это большое событие для мусульман, чтобы соблюдали пост, хорошо соблюдали наши людей. Мусульмане, которые посетят в эти дни село Шагардан, смогут увидеть реликвии, в том числе и те, которые пока еще нигде не выставлялись, послушать проповеди. В селе ожидают много гостей из соседних регионов. Для организации мероприятия создана специальная рабочая группа, которая займется размещением посетителей организации посещения выставки. Современные мальчики, так же, как когда-то их отцы, деды и прадеды, с удовольствием играют в военно-спортивные игры. Азартные, захватывающие, они не только позволяют проявить ловкость, смелость и находчивость. Эти игры учат справедливости, защите своих интересов, патриотизму и любви к родной земле. Вдоволь наиграться в военные игры и пройти курс молодого бойца можно в специальном лагере. В один из них отправилась в гости наша съемочная группа. Эти люди не понаслышке знают, что такое наряд, стрелковое оружие, огневая подготовка. А все потому, что они ровно на пять дней окунулись в настоящую армейскую жизнь. Курсанты живут в палатках, заступают в наряды, выполняют физические упражнения, занимаются рукопашным боем, строевой и огневой подготовкой. В этот лагерь я попал по собственному желанию. Мне нравится такая обстановка. Все интересно. Хочу в военную чилищу поступить. С парашютом сегодня прыгнул. Тоже интересно. У Артема Федорова и дед, и отец служили на войне. Вот и он мечтает пойти по стопам своих родителей. Этот лагерь нужен для того, чтобы воспитать военно-патриотическую личность в каждом из нас. Больше всего мне по душе то, что мы здесь начинаем день с физической нагрузки. Сразу бегаем, сразу кросс, потом на тренажерах занимаемся. После этого всего маршировка, завтрак. После этого у нас есть свободное время. Мы можем позвонить родителям. Они могут узнать о нас все, что им нужно. В принципе, здесь все мне нравится. Все хорошо. Есть дети ответственные за настроение и общую атмосферу. Отец Зоцик всегда готов выслушать курсантов, помочь им советам. Перед прыжками в первую смену испортилась погода. И многие спрашивали, как быть. Привели мы с ними молебен. Все три взвода выстроились на молебен. И буквально через 15 минут после их молитвы успели они только пополничать, чай попить. Сразу же наладилась погода. И дали команду первый борт строиться. Вера в Бога, она очень плотно на самом деле связана с нашей жизнью. И, конечно же, особым образом связана с воинским делом. Все наши полководцы Александр Васильевич Суворов, Федор Ушаков были глубоко верующими людьми. Не проиграли ни одной битвы. Организовали такой спортивный лагерь администрация столицы совместно с управлением образовательства. Вот уже второй год подряд учащиеся 10-х классов проходят курс молодого бойца. Все как в армии. Прохождение сборов – хорошая подготовка к призыву в ряды вооруженных сил. В прошлом году за летний период у нас прошло порядка 150 школьников. Было несколько палаток всего. В этом году мы решили усилить, поставить душевые кабины. Поставили еще три большие палатки, вместимостью 40 человек. Сделали две большие столовые. Сделали полный формат для того, чтобы было удобно и, самое главное, правильно обучаться. Веревочная полоса, канатные переправы, водные преграды, тир и многое другое – все это в планах у организаторов лагеря. Возможно, клуб станет круглогодичным. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Главный тренер сборной страны по легкой атлетике Юрий Барзаковский дал высокую оценку Чувашии, принимающие такие крупные соревнования, как командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Уже 19 июня на Красной площади состоится торжественное открытие соревнований. Сами легкоатлетические старты будут идти два дня – выходные. Главная арена, стадион Олимпийский, реконструирован и сейчас готов встретить гостей за рубежа. Европейский стадион в идеальном состоянии, полностью готов к проведению чемпионата. Огромное спасибо за столь теплый прием в данный момент на тренировочных мероприятиях. Несмотря на такую загруженность и в плане подготовки к чемпионату командного чемпионата Европы, при этом министр не забывает о том, что вы проводите остальные соревнования. То есть здесь проходило и многоборье, вот сейчас ходьба, работа ведется колоссальная. Кроме спортсменов, к командному чемпионату Европы готовятся и те, кто примет участие в церемонии открытия соревнований. Все от сценария до мельчайших подробностей продумано. Костюмы для девушек, которые будут представлять команды-участницы, выполнены в цветах логотипа командного чемпионата Европы. В Чебоксарах же изготовляются флаги и баннеры спортивного форума. Работа идет полным ходом, осталось очень мало времени, и, как говорят, идет за счет уже 3-2-1-0 пуск. Заканчиваются уже мелкие детали, это пошив платьев для девушек-стран-участниц, которые будут представлять кокошников, штандартов. Есть некоторые детали, которые мы пока не раскрываем, они будут раскрыты в момент церемонии открытия. Есть такие какие-то штучки, которые мы изготавливаем, но вам их сейчас не покажем, чтобы не раскрывать всю тайну. А так мы все это дело продолжаем, продолжаем уже достаточно в ускоренном темпе, потому что времени действительно осталось мало. Уже на выходе и сувенирная продукция. Ее уже можно приобрести в торговых палатках, расположенных на центральных улицах города. На центральном стадионе Чебоксар прошли итоговые отборочные соревнования на чемпионат мира по спортивной ходьбе. В число скороходов, которые отправятся отстаивать честь страны, вошли и воспитанники спортивных школ Чувашии. Подробнее в следующем сюжете. Это уже вторые старты, которые проходят на обновленном стадионе Олимпийский. В этот раз главный тренер легкоатлетической сборной страны Юрий Борзаковский приехал сам, чтобы убедиться в готовности Чебоксар принять командный чемпионат Европы. Для нас ходьба – это один из приоритетных видов легкой атлетики. Безусловно, это был основной отбор на все официальные старты, которые пройдут в этом году. Это юношеский чемпионат мира в Калии, соответственно, чемпионат Европы по молодежи и по юниорам. Это Швеция и Таллинг. Ближайшие крупные старты ожидаются в Пекине с 22 по 30 августа. Именно на эти соревнования по итогам чемпионата России была сформирована сборная страны, в состав которой вошел уроженец Маргаушского района, мастер спорта России международного класса, марафонец Александр Ергунькин. Дистанцию в 50 километров он преодолел за 3 часа 45 минут и 41 секунду, что позволило ему стать лучшим в своей возрастной категории. Но из скроходов Чувашии в Пекине выступит не один Александр. Завоевать путевку на чемпионат мира удалось и Вере Соколовой. В упорной борьбе она все же сумела первой пересечь финишную черту, преодолев 20 километров. Возможно, спортсменке эмоционально помогло и то, что на церемонии открытия Вера получила удостоверение и знак заслуженного мастера спорта России по легкой атлетике. Волновалась, но думала, не дай бог сегодня не оправдаю надежды. Но ничего, все, справилась с задачей. Путевка моя. Едем в Пекин. Теперь все мы живем в ожидании командного чемпионата Европы. На соревнования приезжают самые именитые и заслуженные легкоатлеты. Осталось чуть-чуть самое главное теперь, чтобы мы поддержали, прежде всего любители спорта города Чебоксар, Чувашской республики, поддержали нашу команду, потому что полный стадион – это процентов 20, наверное, как минимум, залог успеха команды. И спортсмены по-другому себя ощущают. Когда он выступает при полном стадионе, совсем другое эмоциональное состояние, оно влияет на конечный результат. Часть спортсменов российской сборной уже начала тренироваться на чебоксарских стадионах, ведь уже в эти выходные им предстоит продемонстрировать весь свой спортивный потенциал. Екатерина Абрамова, Евгения Егорова, Олег Якимов, Андрей Спиридонов, Республика. 23 июня столица Чувашии уже в восьмой раз превратится в экономическую столицу Поволжья. В этот день стартует Чебоксарский экономический форум. Это ежегодное событие в мире экономики давно вышло за региональные рамки. В форуме принимают участие известные российские экономисты, ученые, гости из-за рубежа. Форум представляет собой сочетание конференций, семинаров, круглых столов, общения в формате B2B, выставок, презентаций, деловых встреч в самых разных отраслях. Малый и средний бизнес, тяжелая и легкая промышленность, транспорт, энергетика, строительство. Среди тем пленарного заседания форума – механизмы стимулирования предпринимательской активности в регионах, региональный бренд как фактор успешного продвижения территорий и товаров, источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков. В этом году форум пройдет под девизом «Регионы – новые источники роста». Основная тема форума – найти новые точки роста экономики. В рамках форума планируется рассмотреть вопросы развития промышленности, поддержка малого и среднего бизнеса, а также регионального бренда региона. В работе форума планируется участие более тысячи гостей. Среди них представители Совета Федерации, Государственные Думы, предпринимательское сообщество, представители иностранных государств, а также научных деловых кругов. Подробнее об особенностях форума этого года смотрите в программе «Экономика в деталях» сегодня, 15 июня в 20.30. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова